Минимум два десятка клиентов, около 30 лжеструктуры, десяток участников преступной группировки, связанные одной целью. Почти идеальную схему отмывания денег раскрыли в департаменте финансовых расследований. Преступная группировка долго оставалась неуловимой, потому что внедрила новый подход в извечное финансовое прачечное. В результате расчеты между фирмами проходили без стандартных посредников. Сделки маскировали под договоры перевода долга и уступки права требований. Участников и исполнителей аферы у группировки было так много, что клиент редко знал, кто в реальности стоит за организацией схемы. Тем не менее, тщательные проверки и мониторинг финансовой разведки, наконец, смогли свести воедино все концы запутанного дела. В материале разбиралась и Александра Штемплевская. Множество связей и посредников. Разобраться сходу в этой схеме сложно. На это, в общем, и был расчет преступников. Но суть стара как мир. Финансовая фирма сводила тех, кому нужны наличные деньги и тех, кто свои серые доходы, наоборот, хотел бы перевести на счет. В середине данной схемы определены основные участники группы. Одна беда. Работали клиенты совсем в разных сферах. И ситуация, когда стройкомпания закупает фрукты, а автофирмы пищевые добавки, как минимум, странные. Для этого и нужны были подконтрольные группировки лже-структуры. Якобы клиенты заключали контракты с ними. А уже потом подставные фирмы переводили задолженности заинтересованных сторон друг на друга. В итоге те обменивали наличку на документы, по сути, без посредников. А со стороны все выглядело легально. Если смотреть только на платежи субъектов, то они не вызывают никакого подозрения. Так как платят один субъект реального сектора экономики, который на рынке существует более 10 лет. У него есть штат сотрудников, у него нормальное налоговое отчисление. Платят другому субъекту, который также существует на рынке определенное количество лет. Импортер даже зачастую бывает товара. Найти нарушение можно было только придя с официальной проверкой. Чтобы доказать связь фирм, понадобилось 80 обысков. На чужих финансах организаторы идеальной схемы заработали 110 миллиардов рублей. Также в департаменте финансового расследования были перестановлены операции по расчетным счетам субъектов хозяйства, не пользовавшихся услугами лжепринанских структур. Заблокировано денежные средства более 3,5 миллиардов белорусских рублей. Долгое время группировка оставалась в тени из-за большого количества участников. Одни занимались регистрацией лжепринанских структур, другие искали номинальных директоров. Были отдельные бухгалтер и курьер, так что клиент никогда не знал основных организаторов в лицо. Сейчас по уголовным делам проходят 14 клиентов преступной группы, но цифра эта неокончательная и постоянно увеличивается. Узнав о проверке на других предприятиях, в органы финансовых расследований пришли с повинной еще 10 фирм. 8 человек из числа организаторов и сообщников до сих пор остаются под стражей. Свои вины они пока не признали. В ДФР опасаются, что, кажись, коммерсанты на свободе могут всеми силами пытаться изменить ход громкого дела. Александр Штемплевский, Юрий Сахадзе, Зона Икс.